Девушки отдыхают 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 Это ритуал бракосочетания, потому что, когда мы приходим в брак, мы делаем какие-то вещи, какие-то интересные ритуалы. И что это, ну, я не знаю, я, честно говоря, поражен. Неужели никому не понравилось вот такой сценарий свадьбы? Ань, вам тоже не понравилось? Ну, честно говоря, мурашки по коже немножечко, да? Но я сама, всегда говорю, была трижды замужем и три раза счастлива. У меня ни разу не появилось желание одеть фату. Поэтому где-то, может быть, этих ребят я и понимаю, что-то сделать вразрез устоявшимся традициям. Не более того. Значит, давайте сейчас мы все-таки унесем эту вашу вещь, как вы называете это частью шоу. Хотя есть ли в этом зале смельчаки, которые хотят полежать? Никто? Вообще никто? Унесите, пожалуйста, эту часть шоу. Итак, ваша свадьба проходила в таком стиле вампиров. У вас и гости были соответствующие стилизовы? Да, половина ваших гостей. Частично? Почему частично? Потому что у нас было два лагеря. У нас были люди и у нас были вампиры. А вампиры кусали людей? Да. Да? Давайте-ка посмотрим сейчас, друзья, как проходила эта чудесная свадьба. Внимание на экран. В таком виде вы пришли в ЗАГС. Вот мы в ЗАГС. Вас тетеньки святой водой не пытались там из ЗАГСа? Нет. Мы их предупредили заранее. Но вот такое появление невесты и жениха в ЗАГСе, оно произвело фурор или как-то все спокойно к этому отнеслись? Да. Все были под такими впечатлениями, впечатления были разные. Это правда, что ваша свадьба происходила 13-го числа в 13-м году? Да, все правильно. Был бы 13-й месяц, мне кажется, вы бы выбрали именно его. Все верно. Почему мы вообще выбрали эту тему? Мы хотели показать вампиров не как убийц и кровососов, а как существ с колоссальным опытом, которые прожили так много, что могут с верностью посмотреть завтрашний день и точно сказать, я буду любить тебя вечно. Антон и Елена прилетели к нам из России, потому что в Украине мы не смогли найти счастливую семью вампиров. Такие свадьбы были в Украине, но к этому моменту они почему-то все распались. Кстати, вот вы не боитесь такого непродолжительного брака в связи с этим? Совершенно. Абсолютно. А сколько вы уже вместе? Шесть лет. Вы уже вместе шесть лет. Так что мы не боимся коротких отношений. Это говорит Украина. Сегодня мы вам рассказываем о самых экстравагантных свадьбах, которые только существуют. Наши следующие герои, готовясь к собственной свадьбе, решили гулять так гулять, стрелять так стрелять. И прямо сейчас вести с любовного фронта, друзья, от Алины Майстренко и Андрея Стрелянова. АПЛОДИСМЕНТЫ Пошел. Пошли. Давай. Давай. Поднимайся. Быстро на место. Быстро, все. Любите пожестче-то, да? Да. Борода на месте, самое главное. Чья идея-то? Ну, скорее моя, но не без него, конечно. Ну, слушайте, вот почему? Вот, да, вот вроде как существует такая традиция свадьба, белое платье замечательное, там, я не знаю, лимузин. Не, ну на самом деле просто мы не заморачиваемся на тему традиций, и мы делаем так, как нам нравится, как нам хочется. Мы не слушаем мнения кого-то. А вот когда вы пришли, сказали, мам, папа, значит, будет свадьба у нас, но готовьтесь, будет жестко, будем, видимо, стрелять. Что они сказали? Они привыкли. Да? Абсолютно не удивились. Алин, может быть, у вас папа военный? Нет, нет. Слушайте, кто все-таки ответственный вот за этот сценарий? Настолько понимаю, Алин, вы. Я. Вы. Вы сказали своему любимому, значит, дорогой мой военщина. Военщина? Да, будем стрелять. А в семье матриархат, кстати? А, у нас демократия. Демократия, да. Военная. Ну, так. Скажите, а вот по жизни вы кто? Какие у вас профессии, что в жизни экстримы и штекшена вам не хватает? Ну, я фитнес-тренер. Вот, в принципе, люблю, обожаю просто. Загонять до смерти. Да. Гоняет по дому-то? Нет, по дому не гоняет. Она отрывается на клиента. Приходит уже уставшая. Вам повезло. А вы кто по профессии, Андрей? Я техник-оптик, так что снайперские винтовки, мне там ничего. Лена и Антон, в жизни вы же, наверное, обыкновенные, обычные люди, да? Вы же не вампиры в жизни. Мы вообще очень положительные люди. Да? Ну, вот чем вы занимаетесь в жизни? Кто вы по профессии? Вот не поверите. Я врач скорой помощи. Врач скорой помощи? Почему же мы не поверим? Очень даже поверим. Любите кровь, да? Я в психиатрии больше. А, в психиатрии? Ну, тоже, мне кажется... Значит, им никто не поверит. Близко, близко. Скажите, Лен, а вы кто? Я торговый представитель, я работаю с людьми. Скажите, а кому все-таки первому в голову пришла идея проведения свадьбы вот по такому сценарию? Формат проведения нестандартной свадьбы был у обоих изначально. То есть, ну, мы не знали, как это реализовать и именно какую сделать. Впоследствии мы наткнулись на замечательное музыкальное произведение Джима Стеймана под названием «Балл вампиров». И потом, как бы, впоследствии мы решили, что очень было бы здорово вот именно сделать что-то такое. Ну, мне кажется, что свадьбу нельзя превращать в фарс. Свадьба — это таинство. Это что-то интимное. Это мое мнение, я не знаю, может быть... Мне кажется, что это какой-то светлый праздник, прежде всего. Почему одевается... Создание, созидание, создание новой семьи. На самом деле, друзья, свадьба — это праздник двоих. Жениха и невесты. И они имеют право выбрать, каким он будет для того, чтобы они его запомнили на всю жизнь. Если от этого получают удовольствие не только жених и невеста, а еще и гости, мне кажется, это уже оправдано. Алиночка, это вы придумали стиль для своего платья? Да. Можете нам его показать? Как... Ну, повертитесь, повертитесь немножко. Как долго вы сочиняли этот наряд? Буквально это пришло в один момент. То есть я не напрягалась ни секунды, но все, само. Само пришло вдохновение. Как откровение такое, Господне. Ну, знаете, мне нравится прежде всего, что ребята не заморачиваются. Я вообще, несмотря, может быть, на свою какую-то стандартность и традиционность, вот приветствую всякие моменты самовыражения. Знаете, есть гораздо больше традиционных свадеб, которые потом разваливаются, или там гости напиваются, обязательно дерутся. Да, пусть лучше вот постреляют в страйкбол, поиграют. Я думаю, что на трезвую играли. Да. Ну, видите, есть в этом свои плюсы. Обязательно. Я сам присутствовал на такой свадьбе. И, кстати, одет тоже был не в рясу, а в форму своей страйкбольной команды, 401-го панца Ренодерского. Вся команда пришла одета в форму. Вы знаете, мы сейчас можем все наблюдать со стороны и восхищаться или критиковать этих людей. Но на самом деле, я большая часть людей, которые нас сейчас смотрят, скажут, нет, я бы не хотел, чтобы у меня была такая свадьба. А здесь-то чего плохого, Макс? Ну, хорошо, в первой свадьбе там в городу нельзя лежать. Но я думаю, что свадьба – это своеобразный переход во взрослую жизнь. И превращать, опять же, ее в фарс. Это, на самом деле, стилизованная или тематическая свадьба. И, возможно, просто у нас в Украине это не настолько развита тенденция. Может быть, у нас не настолько смелые люди. Простите, пожалуйста, а где это развито? Это развито на Западе. В какой стране? За границей. Франция, Германия, Америка. Вы знаете, я был и в Франции, и в Германии. Вы бы видели, какие там невесты, какие там свадебные платья. Я не говорю сейчас о том, что там все так женятся. Неправда, неправда. Я не говорю о том, что там сейчас женятся проценты таких людей небольшой. Понимаете, это можно сделать вкусно. Поверьте, поверьте мне, так это и разговор идет о после. Вот поверьте, ко мне люди в храм приходят, те же страйкболисты, венчатся. В очень чинных, благопристойных и красивых нарядах. А то, как идет вот это вот, знаете, то, что в старину было там попрыгать вокруг костра, покататься на качелях. В какой оно форме? И то, что называется без галстуков. Не ждите чуда, чудите сами. На самом деле, многие стереотипы, многие стереотипы рано или поздно разрушаются. И на данный момент мы наблюдаем людей, которые разрушают эти стереотипы. Я могу вам только сказать респект большой, потому что это было действительно клево. Просто еще не нужно. Знаете, это такие вещи, как, например, регистрация брака и венчание, и тот самый банкет развлечения. Вы же не ходили, скажем, венчаться, если вы пойдете венчаться в таком виде. Вас туда никто не пустит. Ну, конечно. Вы отдыхали. Банкет, фуршет, что угодно. Когда вы празднуете свадьбу, это уже праздник, вечеринка. Поэтому там нужно выглядеть как угодно. Ну, вот, тем не менее, вот, Анечка, простите, все-таки какие самые яркие были моменты на вашей свадьбе? Ведь они наверняка были. Ну, вместо обычного Маша Мендельсона у нас был Martial Industrial на самой процедуре. Да, на регистрации. Да, на регистрации брака. Потом мы после официальной церемонии поехали на заброшенное здание. Там постреляли друг по другу. А после этого поехали на военный полигон. Так. Почетный такой круг на БТРе. Так. И позировали в военных вертолетах. Слушайте, как вот вы отнеслись к сценарию наших первых героев? Мне очень понравилось. Интересно. Это очень круто, это красиво. Что, хотите сказать, что вы тоже были в гроб? Да, могла бы. Ну, вполне. Я, конечно, мне не настолько понравилось, но я бы сказал, что, ну, в принципе, свидетелем я бы на такой свадьбе мог бы быть. А вы бы позволили Алинке своей лечь в гроб все-таки? Я бы потом ее, ну, в шутку бы застрелил как раз, да, и набылил его. То есть они еще дальше пошли. Они еще дальше пошли. Эти лады только в гроб полегли. А Андрей говорит, а я бы еще и пристрелил хоть в шутку. Спасибо большое. Да, Коль. Я хочу сказать, что, на самом деле, я мог бы тоже сидеть здесь, потому что моя свадьба тоже проходила более, ну, с другой тематики. Если интересно, я тоже могу. Какой? Ну. Интересно. Да, рассказывайте. Моя свадьба проходила в образе Андрея Ачелентана, да, ну, по фильму «Украшение эстрактивного». Так. Я был в шляпе, был в шортах. Коль, скажите, пожалуйста, как надолго был введен запрет вашей женой, что вам пришлось колоть дрова? На самом деле, эти дрова я колол. Вы кололи? Да. Как долго? Ну, буквально пару минут, потому что мне нужно было перед этим еще, вернее, после этого быстро бежать в лодочку, плыть на лодочке на плот. По середине речки это все происходило. У нас роспись прямо была на середине речки, на плоту. Вот. Я плыл на лодку, заплывал. После того, как сняли напряжение, поплыли? Да. Да, да, естественно. То есть я перекрестился топором и поплывал. Да. И потом свою супругу, я веревочкой, она на другой лодочке, на другом берегу, я ее подтягивал себе. Да, ну, я абсолютно с вами согласен, что все-таки должна быть романтика. Это как-то романтично, это прикольно. Посреди реки. Но и дороже. А самое страшное, что мы популяризируем такие вещи, как вампиризм, войну. Для чего? Я тебе скажу, потому что на сегодняшний день очень много негатива. Но на таких вещах, ну, касаясь как свадьба, только должен позитив, романтика, улыбка, любовь. Да, любовь, но каким образом отображается эта любовь? Она отображается совершенно разным способом, друзья. И сегодня вы увидите подтверждение тому. И не одно, а с десяток и даже больше подтверждение тому, что каждый фантазирует так, как может. А наша следующая гостья, кстати, зашла к нам со свадьбы, где вообще не заморачивались. Ни по поводу нарядов, ни по поводу угощений. Юлия Сорокина, встречайте, пожалуйста. Нормально. Садитесь, пожалуйста. Юль, вы были гостей на элитной, так скажем, бомжпате. Так. Это была свадьба. А как? Это была речница. Веселье. А, годовщина. Так. И, значит, эта годовщина была на свалке. Чего это так сразу? Мы нормальное помещение себе нашли, ну, без даха, но стены были так до половины. Цегла. Ну, классно было. Это экономно. Мы дома, у нас, правда, в троллейбус не пускали. Не сразу. Слушайте, вам чувствуется понравилось, да? Давайте посмотрим, как это все происходило, друзья. Внимание на экран. Значит, а вот это муж, это жена. Значит, на бухло, пожалуйста, подайте. А это гости. О, видите, я. Это гости. Да. То есть, реально все были в таком виде? Все были, так. Мы пришли, и, как бы, ну, то, что мы там, девчатка, причесывались, фарбовались, нас смели. Да. Перевдягли. Выявили, что... Подождите, это для вас вообще было сюрпризом? То есть, вы пришли такие все красивые, стильные, а вам сказали... Ну, типа, там, место слегка отдаленное, мы по какими-то кущам шли, к песку, дышли, добрили. Нас перевдягли, нафарбовали, ну, чи навпаки, ну, как сказать, мы... Слушайте, а вот почему, почему у них так? У меня еще... Хотя, девчата, у меня нормально, я тут там луко стерчет правильно. Я, кстати, только хотела вас поддержать. Это же не нужно заморачиваться, что у подруги платье круче, чем у тебя. Такая демократия в действии, мне кажется. Так, что, ножки подтягнули. А это все было сами... Сами этот муж с женой, да, все это приготовили для вас? Все по размеру подобрали? Как выявилось, что, ну, не как вы, у нас есть знакомый, Ярослав, который занимается... У него своя ивент-агенция, которая занимается организацией таких классных, нестандартных свят и побачений на даху, и разных тематических вечерок. И мы стали жертвами, героями такой тематической вечерки. Слушайте, но самое интересное, ведь это одно из условий этой вечеринки. Там было, по-моему, не сорить, да? Не сорить? Ну, мы очень пытались не сорить. То есть, больше, чем было, загаджено, мы не сделали. Слушайте, ну, это удивительное условие, так скажем, не в самом чистом зале условие не сорить. Скажите, да, вот это очень оригинально. Все было так. Газеты, консервация, банками раскрыто. Кто-то, ты тоже был в таком святе? Банки раскрыто, собачки позбегалися, правда, не знаю, мы ели сосиски нормально, они чуть-чуть отмогались. Ну, это таке. Еда-то откуда? Ежа была своя. Своя? Приватили свою? Едина, так, что ежа мы приняли. Ну, я... А пахло-то вот, как там пахло? Чудово пахло. Свободою пахло. Слушайте, а свобода так именно пахнет? Позволю себе один интересный вопрос. Да, да, батюшка. А вот представьте себе, что вы вот в таком формате отдыхаете, все нормально, где-то место специально себе выбрали, и вдруг подходит человек пять настоящих бомжей. Пригласили бы их к столу или нет? Знаете, я скажу, якщо справжні бомжи приняли б нас за своїх, то це, мабуть, нам був би комплимент. Значит, ми правильно... А якщо б вас не приняли? Вон, щоб не выехали, не сказали, ты на нашу территорию. Чего тут вообще замісли, ребята? Слушайте, ну вот, Ань, если б вас пригласили тоже друзья на свадьбу в стиле бомжпати? С удовольствием. Вот честно, ну, это же весело. Ну, прежде всего, это весело. Мы-то понимаем, что антисанитария, это здесь исключается, потому что просто вымазать одежку, да, она не пахнет. В принципе, довольно комфортно повалять дурака в такой компании, тем более посмеяться друг над другом. Я бы, честно, не отказалась. Приглашайте. Значит, Маш, я немножко стану, ладно? У меня все-таки все затекло. Садитесь, Юль, тоже на диван. Дякую. Чтоб не псула. Давайте. Маш, вы же тоже собираетесь замуж, правда? Ну да. Ну, что, вот такой сценарий, как у Юли. Почему нет? Честно говоря, мне нравится традиционная, я вообще такая классическая девочка. Скучная вы, Маш. Вы знаете, как мне хватает этого всего. Мне вот тут вот. Я вот смотрю, и, честно говоря, я бы с удовольствием приняла участие вот в какой-то бомжпати, да. Но в гроб лечь нет. Это, ну, это уже куда-то не туда. Не в ту степь. Юля, когда, кстати, у вас следующая там бомжпати? Я буду петь. Машу надо приглашать. Я буду петь. Она будет петь. В бутылку. Это классно, да? Да. Итак, друзья, теперь от бюджетного празднования давайте перейдем к непосредственной роскоши. Вот так гуляют на своих свадьбах наши селебрити. Снимание на экран. Совсем недавно в Грузии обвенчались танцоры Елена Шаптенко и Дмитрий Дегусар. Их свадьба была практически традиционной, если не считать того, что они совсем не понимали грузинский язык, на котором велась церемония. В сплошное веселье на берегу океана превратила свою свадьбу Эвилина Блёданс. Праздник напоминал бразильский карнавал. Вместо букета невеста держала в руках кактус, а вместо торта молодые разрисали свадебный арбуз. А вот так выдавала замуж двоих дочерей экс-министра социальной политики Украины Людмила Денисова. Шикарные свадьбы были полностью стилизованы. Первая подсказку «Алиса в стране чудес», вторая – итальянский фильм «Укращение строптивой», кстати, как вот и было у вас. «Алиса в стране чудес», вторая – итальянский фильм «Укращение строптивой», «Укращение строптивой», «Укращение строптивой» от полумиллиона гривен и выше. От полумиллиона гривен? Да. Это здесь, в Украине? Это здесь. А если это вы и знаете? О, шикарных свадьбах. А если вы и знаете? Если вы и знаете, на самом деле тут уже смотря куда ехать, чаще ездят куда-то на острова, или на Кипр, или на Мальдивы. И самое интересное, что если отмечать свадьбу там, то это иногда получается или так же, или даже дешевле иногда. Ну, кстати, вот мы как-то ездили в Англию с Николаем и наблюдали там, что, допустим, свадьбы, действительно, там все зачастую очень такие, именно, жених и невеста, они очень красиво одеты всегда. Это как праздник идет не только для жениха и невест, а для их родственников. То есть это как бы немножко такая показуха идет. Типа мы очень крутые, там, богатые, состоятельные, и у нас все хорошо. Но до этого мы попадали пару раз в некоторые заведения, ну, просто заезжали покушать после концерта и видели, как там какие-то мальчишники или девичники проходят. И вот там вот творятся просто кошмар и ужас. Девочки приходят одеты, как просто какие-то... Держите все в руках. Редиски. Редиски. Вот. А парни, там было такое заведение, где были очень красивые девочки-фициантки с огромными... Глазами. Глазами, да. И эти мужчины там перепивали пиво и потом тоже начинали там творить какие-то чудеса. Вот. И, ну, то есть они отрывались до свадьбы, а свадьба потом, естественно, все красиво, все чинно и благородно. Можно на второй день оторваться. Маша. Ну... Маша. Тихо. Сейчас ваш бойфренд это сейчас услышит, скажет, боже мой. Можно каждый год отрываться. Можно целый год отрываться. Можно пожениться и потом отрываться. Кстати, по поводу заграницы. Тоже вот недавно вернулся с Литвы и вас там, кстати, очень любят. Да. В Литве? Да, очень любят и смотрят, оказывается, да. Вам передавали привет. Ничего себе. А я ни разу и в Литве не могу ехать. Да, вы представляете, я попал в субботу, когда все выходят, молодожены выходят, люди ходят, они там, у них есть такая традиция, они должны обойтись, поднять свою невесту и обойтись семь раз мост. В общем, очень невероятные традиции. И насколько красиво смотрится, когда невеста в красивом лином платье, когда все ее подружки и невесты выглядят одинаково. Это действительно красиво, это эстетика, это какое-то такое событие, которое запомнится навсегда. Я не уверена на 100%, что ваши свадьбы тоже запомнятся навсегда. Но тем не менее, для меня это моя позиция, моя точка зрения. А вот по поводу вас, для меня было очень удивительно празднование своего года, да, года совместного, совместной любви, совместного контакта, бомж-пати, вы меня простите. Значит, самая дорогая свадьба, друзья, произошла в 2004 году, было это в Индии и потрачено было на это свадебное торжество, внимание, 78 миллионов долларов. До сих пор рекорд этой свадьбы за 78 миллионов долларов совершенно не побит. А сейчас внимание на экран. Это одна из самых дорогих свадеб за последнее время. Жених-сооснователь соцсети Facebook Шон Паркер по мотивам известного сериала «Игра престолов» свадьба была проведена. Бюджет ее составил почти 5 миллионов долларов. Все-таки, чем же должна запоминаться свадьба? Шиком или оригинальностью? Боже, да кому что по душе. Самое главное, чтобы молодожены были довольны, рады, гости счастливы, все гуляли и потом вспоминали. Или это просто дешево, или это с размахом и побогато. Ну, слушайте, вот не получается ли так, что все это, конечно, очень красивые слова, по большому счету, получается так. Если деньги есть, то, конечно же, это шик. А если денег недостаточно, то давайте возьмем оригинальностью. Это не совсем так. На самом деле, главное – это эмоции, которые люди выносят. Абсолютно верно. Свадьбы должны запоминаться, наверное, искренностью вот тех светлых, прекрасных чувств молодых. Запоминаться мне, как священнику. Свадьбы запоминаются их глазами. В этих глазах все. В этих глазах весь мир, в этих глазах жизнь. Значит, если вы считаете, что уже ничему нельзя удивляться в этом мире, то, наверное, это мнение ошибочное. Но попробую сейчас вам это доказать. Внимание на экран. Самая оригинальная свадьба состоялась в Днепропетровске. Молодожены, пожелавшие остаться неизвестными, устроили свадьбу наоборот, по случаю собственного развода. Гуляния удалось на славу. Сама церемония заключалась в том, чтобы сжечь плюшевое сердце в знак окончания любви, разбить замочек с именами на мосту влюбленных. И, как вы уже заметили, из ЗАГСа жениха на руках выносила невеста. Слушайте, вот, знаете, обычно развод воспринимается, ну, как некая такая трагедия, как грустная история расставания. А здесь вот такие люди. Это тоже протест? Не протест. Это на самом деле адекватный, нормальный подход и вариант достойно расстаться. Потому что на самом деле, вот, я много говорю о Западе, но просто сейчас очень много в свадебной моде, в организации свадеб связано именно с западными тенденциями. И там есть сфера, которая действительно развита, они предлагают необычные разводы. Юль, ну вот смотрите, вы в этом смысле профессионал, вы проводите свадьбы, вы советуете, как это нужно сделать. А к вам обращались все потенциальные клиенты с просьбой развестись, мол, Юль, нам надо оригинально развестись. Пока что не обращались, я просто думаю, что у нас люди просто к этому не готовы. Потому что у нас обычно принято, да, когда расстаются, все, до свидания, обложить друг друга. Кто мне сегодня говорил о куче свадеб своих? Честно говоря, да. Как вы разводились? Вы знаете, вечеринка у нас была. Ну, мне кажется, это нормально, потому что когда люди разводятся цивилизованно, при этом оставаясь друзьями. И, кстати, мой первый муж был на моей третьей свадьбе, поэтому я считаю, что это нормальные человеческие отношения. Когда не мордобитие идет, а мы понимаем, что какой-то период в жизни закончился, но человек по-прежнему дорог, как друг, как соратник. Поэтому я ничего здесь не вижу. Но не жалейте, вот сейчас вы смотрите, присутствуете на этом обсуждении, не жалейте, а не что? А, черт, может быть, было по-другому развестись или по-другому замуж выйти? Вы знаете, Алексей, вообще ни о чем не жалею. Поэтому... Самые оригинальные свадьбы сегодня здесь, собранные в ток-шоу «Говорит Украина». Этот ведь свадеб с недавнего времени стал, пожалуй, модным трендом. Встречайте, пожалуйста, Олег и Алина Левицкие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так. Значит, я немножко поясню тем, кто, может быть, не до конца еще понял. Вы сыграли свадьбу в ледяной проруби. Да. А почему так скромно? Как будто вы только что оттуда вылезли и еще не согрелись. Ну, это было впервые на Украине, которая в Днепропетровске прошла эта свадьба. Очень интересная. Мы сейчас передаем эстафету венчания свадьбы. В следующем у нас уже семь свадеб на 14 февраля повенчались проруби. То есть у вас новоположники этого модного тренда. Смотрите, вот это же ваша свадьба? Да, это наша свадьба. Подождите, а у каждого из вас это была первая ваша свадьба? Нет, это у нас вторая свадьба. А, то есть вы уже до этого оба были в браке? Да, да, да. И первые ваши свадьбы были традиционные? Традиционные. А теперь на вторую вы решили так немножко усложнить сценарий? Ну, у нас там было много свадеб. Первая свадьба была, это просто обычная роспись. Потом была большая гулянка в университете. А уже следующая свадьба была в церкви венчания. А после венчания в церкви мы пошли в прорубь. И дело в том, что мы просили батюшку, чтобы он нас в проруби обенчал. Но батюшка испугался холодной воды. А вы бы испугались холодной воды? Нет, холодной воды я, наверное, не испугался. Но вообще традиционно положено таинство венчания совершать в храме. А вот сотрудников ЗАГСа вы пытались уговорить, чтобы выездную вам церемонию расписания... Да, попытка была, но они тоже... Тоже отказались. Давайте посмотрим, как это все происходило. Друзья, внимание на экран. Это уже последователи. Все это очень хорошо, красиво, если не учитывать, что значит вокруг снег и температура. Минус 15 мороза и плюс полтора вода. Вы знаете, когда мы венчались, была очень интересная ситуация. Когда мы зашли в церковь, студенты сделали прорубь. Но когда мы вышли, прорубь покрылась тонкой льдом. И мы потом жезлом... Этим жезлом разбивали прорубь. Этим? Да. Он освящен у нас. То есть он такой с бэкграундом жезл. А сейчас мы делаем прорубь в виде сердца, пылающего сердца. Вы видели, красиво. Я хочу вам сделать большой комплимент, потому что я редко вижу в своей практике людей, которые настолько горят друг другом. Вы не поверите, вот я очень обращаю внимание на детали в человеке. Вы рука за руку держались. Это настолько красиво и настолько невероятно. И вот, понимаете, когда я вижу людей, которые одеваются как маскарад и все остальное, это один вариант. Но как вы, знаете, пропагандируете хороший, здоровый способ жизни, как вы разговариваете, вы этим горите. И я вам верю. Настолько у вас любовь и настолько вы... Станиславский вам поверил. Однако только этим купанием в проруби, конечно же, экстрим на свадьбах и не ограничивается. Внимание на экран, друзья. Например, некоторые молодожены буквально воспринимают выражение «браки заключаются на небесах». Ровно 10 лет назад состоялась первая космическая свадьба, причем жених был в космосе, а невеста на Земле, но наверняка на седьмом небе отчасти. Ну а церемонии во время полета на воздушном шаре или же прыжком с парашютом вообще уже никого не удивишь. Слушайте, можно ли считать все-таки вот эту вот свадьбу, свадьбой, когда она проходит, ну я не знаю, за сотни тысяч километров друг от друга? Если государство приемлет такую регистрацию, конечно, можно считать. Более того, церковь с апостольских времен, с первых дней своего существования, любой гражданский брак, языческий брак, она не противилась ему, не осуждала его, а стремилась этот брак воцерковить. И вы знаете, вот здесь много было нетрадиционных свадеб. Я почему-то вспомнил одно из самых замечательных венчаний, которое мне, безусловно, запомнилось и было в моей жизни. Что из венчаний? Немолодая супружеская пара. Сколько лет? За 60. Вот. Они два раза были женаты. Друг на друге, то есть с небольшим перерывом. Вот. То есть два раза расписывались. Ну, практически всю жизнь прожили вместе. Вот. Но самое удивительное вот в этой истории, то, что их венчал их собственный великовозрастный сын. Я венчал своих родителей несколько лет назад. Да? Итак, те молодожены, друзья, у которых не хватило духу организовать свадьбу в своем оригинальном стиле, жанре, стараются, ну, к этой свадебной церемонии добавить себе немного перца, сделать ее все-таки более оригинальной и более креативной. Пожалуйста, встречайте миссис Пигги. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, вот такой любезный мужчина. Это что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, это была моя маленькая шутка. Я вообще такая прокастница. Повторять движение за вами? Беспирит! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, я должен представить, друзья. А в роли миссис Пигги Анны Яструбовой выступила у нас. Ваши аплодисменты. Аня, у меня ощущение, что даже когда вы здесь раздевались, вам все равно было жарко. Ну, мне вообще жарко стоять было рядом с вами. Понимаете? Нет. Это сейчас был комплимент, наверное, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, друзья, скажите, вот кто-нибудь из вас, миссис Пигги, пригласил бы на свадьбу? Так, ну здесь понятно. Вот на вампирскую свадьбу вы бы пригласили? Абсолютно легко. Как вот вам вампирская свадьба? Представляете? Вас бы заставили танцевать возле гроба, будить невесту. Вы знаете, это очень интересно. Можно уже попробовать. Но такого не было? Пока нет. А скажите, самый интересный какой-то такой курьез на ваших выступлениях? Это был образ Гоги, грузина. Он очень страстный, ревнивый человек. Я пригласила девушку, танец, разгар танца. И тут идет такая сцена, он «Я очень ревную тебя!» И вдруг я смотрю, так медленно идет тоже. Настоящий грузин. Это был парень этой девушки, который я пригласила. А, да? Я истошно кричала «Я девушка! Я девушка!» А он что? Он реально ревновал мой образ к девушке. Это была пародия, но такое тоже бывает. Или, например, цыганка Аза, десятый размер груди. Так вперед, цыганской! Я вовсю разошлась, танцую. Мужчина тоже поймал. Какой-то кайф ко мне подходит. И вдруг я вижу, у него грудь больше, чем у цыганки Азы. Довольно такая большая грудная клетка. И он вот так вот. Но это было тоже очень интересно, забавно. Вы тогда испугались? Я не испугалась. Я поняла, что у меня есть реальная конкуренция. Я хочу сказать, что вы были бы хитлайнером на каждом мальчишнике. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Вам огромное спасибо. Спасибо за участие в программе. Вам огромное спасибо. Если говорить о модных тенденциях, то свадебная идея, к примеру, Алены и Ивана, присяжных из Херсона, еще не стала модной. Но очень хочется, чтобы, конечно же, ее подхватили. Внимание на экран, друзья. Молодожены попросили своих гостей вместо свадебных букетов, которые все равно очень быстро увянут, принести с собой мягкие игрушки. Несколько десятков плюшевых мишек и зайек отправились после торжества в детский дом радовать детей. Наверное, очень неплохая идея, которая заслуживает поддержки и, конечно же, внимания. А вот еще одна креативная идея для свадьбы. Впервые в Украине на ходулях поженились Василий Кулинич и Анна Преус. Жених профессионально стоит на ходулях уже много лет, а невеста освоила это ремесло ради любимого. Их идею с восторгом поддержали еще несколько гостей. С фантазией подошли они к выбору свадебных нарядов. Дружка была в костюме Мальвины, а дружок – казака. А вот другой вариант этно-свадьбы Виктора Анастасии Черненко назвали свою церемонию «Лесная сказка со славянскими традициями». Подготовка к ней длилась 4,5 месяца. Это был не только поиск ресторана и репетиция первого танца, но и духовная подготовка. А также создание родовых свечей, сакральных одежд с символами, укрепляющими брак. На гончарном круге ребята собственноручно изготовили к свадьбе чашу судьбу, а обвенчала их языческая волхвиня. Итак, значит, мы отпускаем вас. Мы отпускаем вас. Я, Нептун, владыка моря, объявляю свою волю по праву властелина, океана Исполина. Здравым тебе быть желаю и счастья желаем. Здравия и счастья всем. Спасибо огромное. Провожаем. Спасибо. Спасибо. Друзья, наши следующие герои поженились всего год назад, но отчего-то кажется, что от их свадьбы Харьков будет отходить еще не один год. Приготовьтесь, пожалуйста, сейчас произойдет нечто, что однажды пережили жители Харькова. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, встречайте, пожалуйста, наши молодожены-зомби, Анна и Сергей, а также их свидетели Дарина и Евгений. Не зови его сюда, не зови! Гримм фантазийный вообще. Он усядется сегодня? Он тебя не слышит. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему у вас была такая свадьба? Ань, Сереж, что? Почему так? Знаете, захотелось немножко креатива. Креатива? Уже надоело, знаете, традиционные обычные свадьбы. А у вас много было свадеб? Надоело вам традиционное? Нет, я просто и работаю, и провожу свадьбы, и был у друзей на свадьбах. А, так вы конкурент Юлии? Да, совершенно верно. Поэтому, знаете, когда ты приходишь на свадьбу, смотришь, что я стандартный выкуп невест, там где, знаете, и денежку надо выложить ее имя, знаете. Ну, это все обычно. Когда в ЗАГСе все люди такие стоят и ждут, пока они этого распишутся, понимаете, все такие унылые, это неинтересно, знаете. Хотелось какой-то эффекта, хотелось какой-то ажиотаж. Ага, но эффект-то получился, насколько я понимаю, Сереж, да? Да, это намного лучше, чем на свадьбах, когда там яичко через штанины, знаете, это было все очень круто. Зачем яичко через штанины? Если не можно в таком выйти, в виде, как на вас реагировали прохожие? Я вам сказать одно, мы фотографировались на зеркальной устройе, у нас есть в Харьке, и люди уже некоторые забыли, что они где-то у кого-то на свадьбе. Они все бежали к нам, а может, а может с вами, а может с вами, все. Я со всеми невестами сфотографировалась. Да, мало того, что гости, так и невесты, женихами подходили, и все фотографировались, понимаете. И самое интересное, что нам больше всего понравилось, нам не надо было заказывать фотографа. На следующий день мы увидели эти фотографии в интернете, понимаете. Тут есть свой плюс. Поэтому здесь... Слушайте, но вы абсолютно не суеверные люди, раз вот так вот решились свадьбу в таком стиле. Дело как раз не в этом, нет. Просто, еще раз говорю, хотелось бы сделать это так, как не у всех, можно сказать так. Потрясающий грим. А вы для этого нанимали специальных гримеров каких-то? Нет, у нас есть один гример. Так. Это Наталья Миргородская. И огромное спасибо именно она это все сделала сама, своими руками. Это очень трудная работа. Поэтому... А я думаю, она заслужит аплодисментов, да, друзья? АПЛОДИСМЕНТЫ Когда люди одевают на себя подобное и празднуют свой праздник любви в подобном русле, может произойти все что угодно. На самом деле это самовнушение. Если человек говорит, он идет по улице и говорит, что... Нет, поверьте мне, предки, я еще раз повторю, предки были очень умные люди, когда они создавали что-либо, если бы они делали свободную, знаете, а давайте сегодня праздновать праздник свободно. Вот как хотим, так и празднуем. Если бы это был один вариант, а их создавали веками, каждую там вот, я знаю, что вышивали что-то, там, прикладывали камушек, покланились родителям, там, каравай, это же все символы не потому, что это так нейтрально, скучно и банально. Это же для чего-то создавалось, для каких-то, наверное, не то что суеверий, а, наверное, больше для того, чтобы дальше что-то было интересно, чтобы хороший был ребенок родился, чтобы было счастье постоянно. Это же для этого создавалось это все. А, Батюшка, вот вы на самом деле согласны с Максимом? Потому что мы сегодня очень много говорим о разрушениях традиций, а стремление сделать это ярче и как-то оригинальнее. Я согласен с тем, что вот в этот светлый день, вот какой-то проецировать на себя темный образ не стоит. Я это воспринимаю, знаете, вот, просто как мультфильм «Труп невесты», не более чем. Смотрите такие мультики-то, да? Ну, во всяком случае, анонс посмотрел. Вот, а если, ну, я могу дать хороший совет, если человек вот сильно увлекается вот этим вот, чтобы оно психику не поразило, есть хорошее лекарство. Недельку поработать с санитаром в морге при травматологии и попускает сразу же. Все, больше ничего не хочется. Значит, а, ребят, кому пришла в голову все-таки мысль о вас поженить? Мы радуем, да? Вместе решили, да. Вместе решили, да. Знаете, мы просто работаем в себе ночном заведении, у нас есть клуб в Харькове. Это большое заведение, где помечается очень много людей. Именно там мы хотели сделать вот эту свадьбу мертвецов. Но ведь это не настоящее, это фейковая ваша свадьба. На самом деле, да. Вы даже не встречаетесь друг с другом? Нет. Вы даже не пара? Нет. То есть, подождите, вы весь Харьков ввели вокруг пальца, значит, создав некое шоу и сделав рекламу своему заведению? Ну, да, совершенно верно. Именно так и было. Просто, на самом деле, сейчас, извините, хотелось иметь вот такую жену с большим ртом. Понимаете, да? С чем я говорю? Я думаю, каждый мужчина мечтал, да? Только подождите, но если бы речь... Хотя бы ради этого. Вот подождите, но если бы речь шла о вашей свадьбе, вы бы так не женились? Знаете, ну, я на самом деле подумал бы над этим. Я не хотел бы стандартную свадьбу. Я, может быть, придумал бы нечто другое. Но, может быть, не такое, как темная сила. Может быть, это вот... У них понравилась свадьба бомжа. Бомж спать. Очень хорошая свадьба. Вот понимаете, вот тут я вас вполне понимаю, это как бизнес. Вопрос только в том, дурачки-то воспринят за чистую монету и последуют. Ну, извините, бездорожен. Ну, а что в этом... Подождите, вот, Ань, вот этот диван, вы у нас что-то притихли здесь. Вот эта свадьба, она имеет право на существование? При том, что здесь сказал и Максим, и Батюшка о том, что это может быть действительно какой-то, знаете... Ну, вы знаете, и у Максима, и у Батюшки, наверное, есть на это свое видение. Я воспринимаю это всего лишь как театр. Это не значит, что я протягиваю руку, значит, в темные, там, в адские какие-то реалии. И пытаюсь нащупать там оригинально. Это просто театр. Это шоу, ну, тот же Майкл Джексон, да, со своим триллерами. До сих пор в тренде, понимаете? Где он сейчас? Да, он, кстати, умер. А, может быть, и не умер, подождите, все. Я вам должна сказать, и не только Майкл Джексон умер, поэтому это, по-моему, никак не связано. И вообще, рано или поздно мы все умрем, уж простите за то, что я об этом говорю. Поэтому ложиться в гроб или быть замоком, рано или поздно мы к этому придем. Поэтому в белом платье ты в фате или в образе зомби, ну, правда, жизнь не такова. На самом деле, правда, все это всплывает, и мы сейчас все узнали, что это была не свадьба, а просто промо-акция для клуба. И то есть ребята очень круто прорекламировали клуб на всю Украину. Но, и более того, я думаю, не только клуб прорекламировали, но и в головы жениховой невесты наверняка закинули вот это зерно. А может быть, нам действительно зомби-пати устроить? Я думаю, что... А вы знаете, я думаю, что большинство вот этих образов, которые приходят, они приходят в большинство, в 95% из фильмов. Из фильмов, которые мы смотрим. Про вампиров. Это мода, это мода. Вампиры сейчас в тренде, понимаете? Сейчас зомби-увлечение пошло. Посмотрите, что снимают сейчас голливудские режиссеры. Это все фильмы, все умирают. Вирусы, кровь, зомби. То есть о продолжении темы о мертвецах, друзья. В клятве верности молодоженов, кстати, есть такие слова. Пока смерть не разлучит нас. Но теперь смерть вообще не причина для расставания. Хотел бы вам напомнить один факт из жизни Франции, где президент страны разрешил одной из своей соотечественницы, француженке, выйти замуж за погибшего несколько лет назад мужа, отца ее ребенка. Вот имеет ли право, батюшка, на существование брак с покойником? Понятно, что спокойным обвенчать не могут. Но, извините, если она умудрилась ребенка родить от того человека, то какие-то отношения у нее с ним были. Соответственно, государство признало эти отношения законными на юридическом уровне. К духовности это не имеет никакого отношения. Знаете, еще получается как бы такое недоразумение, что во время брака два человека должны сказать «да». Сейчас у нас получается было одно «да» по обоюдному согласию. Второго «да» вообще не могло произойти, потому что человек был покойником. И мне кажется, что этот брак должен быть недействительным. Есть еще более странные браки. Внимание на экран, друзья. Японец, помешанный на своей подушке, предложил ей руку и сердце. Та промолчала в ответ. И теперь незаконная муж и жена. Житель Германии женился на любимой кошке, боясь, что она умрет незамужней. Индейц на собаке, чтобы искупить грех, за который на него пало проклятие богов. Когда-то он убил двух бездомных собак. Жительница Швеции, считавшая себя замужем за Берлинской стеной, овдовела после ее разрушения и теперь крутит роман собственным забором. Англичанка Анкоуз так разочаровалась в мужчинах, что выслав замуж за саму себя. Так люди были замечены в супружеских отношениях с деревьями, с мостами, с эйфелевой башней и даже с роботом R2-D2. О, Боже мой. Я могу сразу прокомментировать это. А вот вы, батюшка, подождите, вы прокомментируете, как вам идея жениться на самой себе? А вот, к сожалению, ушел наш гость, который был в образе вампира, да? Он как раз по этому профилю, он на скорой в психбригаде работает. Это не к нам с вами, это вот как раз к урачу-психиатру. Это немножко, ну, как раз те люди, которых показали, это немножко ненормальные люди, на самом деле. Ну, как можно... А мы нормальные. Ну, это вышла замуж сама за себя. Значит, у девушки уже раздвоение личности, правильно? Ну, по сути, раз она заходит сама за себя. Самое ужасное, мне кажется, это выйти замуж и жениться на кошке с собакой. Это, ну, пахнет за афилеей какой-то. Я думаю, что самое ужасное, это разочароваться в противоположном поле. Вот это ужасно. Это говорит Украина. Друзья, сегодня мы станем свидетелями уникального события. Здесь в студии одна из пар станет семьей. Пожалуйста, оставайтесь с нами, вы узнаете, какой стиль свадьбы выбрала эта пара, которая через считанные минуты здесь будет объявлена мужем и женой. Какая девушка не мечтала о роскошном свадебном платье? Я вам скажу, какая. Это Анна Бельди. Она мечтала, чтобы вообще на ней никакого платья не было. Так что встречайте, пожалуйста, Анна Бельди. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы можете его расходить? Не уверена. Почему? Ну, в... Но ведь вы в таком виде, насколько я понимаю... Да, но это было среди своих. А кто у вас свои? Наши друзья, которые ходят в нудистскую, на туристскую баню. То есть вы все-таки комплексуете? Конечно. Ну, конечно, как любой нормальный человек, правда? Но слушайте, но у вас была своя баню. То есть мы же не профессиональные стриптизеры или там идейные нудисты, нет. Мы просто любим ходить в баню. Мы подумали, почему бы, если у нас есть баня, если есть возможность ходить в баню, если наши друзья ходят в баню, почему бы нам там не сыграть свадьбу? Давайте посмотрим, как это происходило. Свадьба в селиню, потому что это же очень любопытно. Нам, конечно, пришлось потрудиться, попотеть, чтобы эти кадры были там эфирными, мы отцензурировали. Но у нас кое-что получилось. Внимание на экран. Значит, это вот подготовка, насколько я понимаю. Это платье, так рисуется? Нет, это боди-арт спонтанно, опять же, в бане образовался. Среди наших друзей оказался один художник. Но это же как платье, это как украшение? Нет, платье было нюм изначально. А вообще нюм? Да. А это уже потом? Вы так развлекались? Это свадебный стол, да. То есть, подождите, все были голые у вас? Ну, конечно, это же баня. Вы в бане одетесь, мне парят. Значит, 40 друзей. Ну, около 30-40. Вот 30-40 друзей все были голыми. Слушайте, прикольно вы дружите. Я бы, к примеру, туда не пошел. Я всегда из своих копеев руководств. Второе, я хочу сказать, что не обязательно быть нудистом. Вот, допустим, мы с Николаем часто ездим за границу, в Европу, Англию, Италию, Францию. И был такой момент, когда я зашел в раздевалку, в гостинице. В гостинице есть спа. И в этой спа я зашел в раздевалку, стою, значит, раздеваюсь. И тут заходит голая абсолютно бабулька, божий одуван, сиси, висят вот здесь. Вот она их держит и идет. Где здесь роспись? Я на нее смотрю, думаю, бабушка, по-моему, не туда зашла. Бабушка подходит, там сложный замок на двери. Она открывает дверь, достает вещи и начинает одеваться. Я думаю, может быть, это я, и не туда зашел. Выхожу, ну, раздевалка, рум, все. Написано унисекс. Да, унисекс. То есть раздевалка, это одно место, где переодеваются все. Есть отдельная комната для со шторкой, если вы там хотите уединиться. И сауна, джакузи, разные сауны. Комнат отдыха, все ходят голые и никто не является нудистом. Я знаю, что даже будучи за границей, отдыхая в отелях, где есть иностранные туристы, значит, иностранных туристов просят не раздеваться в присутствии туристов из стран СНГ. Потому что мы, на самом деле, очень целомудренны по сравнению с развитой Европой. Совершенно верно. Я хочу это полностью подтвердить, потому что, ну, так оно и есть. Насколько нужно доверять друг другу, друзьям и не стесняться, это очень похвально, мне кажется, в каком-то смысле. А миру вообще стоит доверять. Я думаю, что не стесняясь своего тела, показывать его. Слушайте, а вот этот вот веник, которым меня отхлестали во время вашего появления, это был ваш свадебный букет? Да, опять же, спонтанно так образовалось. И мы решили, что раз бы ходим в баню и будем отмечать свадьбу в бане, то почему бы, собственно, не сделать веник букетом невесты. Ну, это логично было на тот момент. Значит, на самом деле, друзья, свадьба в стиле ню со свадебным бодиардом, это тоже уже стало такой тенденцией. Это действительно выглядит шокирующе, но, наверное, все-таки привлекательно. Давайте посмотрим на экран. Значит, вот это все нарисовано, я хотел бы заметить. Здесь, если есть и одежда, то она крайне минимальна, допустим, фата. Все остальное там, видите, нарисовано. А, кстати, какой бюджет-то вашей свадьбы был? Где-то тысяч, две, три гривен. Две тысячи гривен? Вот вы представляете, что это? Все в баню, понимаете? Все в баню. Кто хочет сэкономить, друзья, все в баню. И большая открытость, большая открытость. И сколько ощущений, понимаете? Главное, что все костюмы и одежда была чистые потом, и все гости были тоже чистые, свежевымытые. Все-таки я, наверное, свадьбу тоже на бане собираю. Все-таки, да? Все, почему вы и нет. Скажите, а вот на свадьбе в бане, все-таки вот не могу-то от этой темы уйти, а были только друзья, родственников не было? Нет, без родственников. А почему вы родственников не пригласили? Не доверяете? Не все принимают эту тему. А фотографии со свадьбы родители показывали? Да, официально из ЗАГСа. А, нет, а со свадьбой. Со свадьбы. Для них сюрприз. Ну, остальные вот уже увидят. Сегодня. Уже увидят, да, шо-шо. Слушай, а вот если ваши дети потом скажут, вот вырастут, найдут свою любимую или своего любимого и скажут, Мам, папа, значит, все, вы решили жениться, но свадьба у меня будет в бане. Я буду голый, голышом. Поэтому вы сидите дома, нечего вам там смотреть. В свое время посмотрели. Ну, их право, лишь бы они были счастливы. То есть отнесетесь к этому спокойно? Абсолютно. Это говорит Украина. Мы пригласили в студию пары, свадьбы которых поразили. Чем удивляют в столь знаменательный день наши звездные пары? Об этом и о свадьбе, которая кажется безбашенной, даже на фоне тех, что вы уже увидели. Об этом дальше в нашей программе обязательно дождитесь. Конечно же, готовя эту программу, мы не могли не сказать и о росписи с украинским колоритом, с украинской традицией. Мы выбрали для вас самую красивую свадьбу в этом стиле. Пожалуйста, встречайте, Александр и Ксения. Слушайте, но, Саш, Ксения, у вас был миллион вариантов. И наша сегодняшняя программа подтверждение тому. Почему вы выбрали свадьбу именно вот в этой стилистике? Ну, наверное, то, что он самый душевный такой стиль, традиционный. Колорит украинский. Ну, некоторые называют это скучным сегодня. Я бы так не сказал бы, что это скучно. Ну, посмотрите на них, как можно назвать их скучными. Ну, как? Я не знаю, я лишь... Подождите, подождите, Микю. Я лишь процитировал то, что здесь сегодня было сказано. А было сказано буквально следующее. Традиционные свадьбы скучны. Мы хотим больше оригинальности и о большей креативности. Но здесь можно сказать, что... Нет, здесь есть креативность. Нет, это... Здесь они надеты в украинский нарядный костюм. Это стилизованное платье, у него вышиванка. И я думаю, что где-то лет сто назад так, наверное, и все происходило. Как вы все подзавелись от этого моего вопроса, а? Совсем другое дело. Это было общее ваше решение сыграть вот именно в этой стилистике? Так. Это была моя идея. Это ваша была идея? А, подождите. Да, муж так. Да, это было общее решение. Это была моя идея. Как часто у вас происходят вот такие вот разногласия? Ну, скажем так, это была моя идея. И постепенно мы уже пришли к тому выводу, что нужно сообща как-то готовиться. Все-таки приготовились, подготовили костюмы. Получился такой стиль свадьбы интересный. Креативный, современный украинский стиль. А я шукала милого, і мужнього, і красивого. Щоб на руках мене носив слова любові говорив. Коли його побачила, себе йому призначила я. Слушайте, ну вот всегда очень интересно, конечно же, платье невесты. Можно вы встанете, мы вас немножко даже вот рассмотрим? Потому что это очень красиво. Этот наряд вы сами выдумывали или... Немножко... Можно так вот, да? Этот наряд вы сами выдумывали или... Да, этот наряд я шила сама. Вы сами это шили? Боже мой! И обувь тоже вы сами все это вы... То есть полностью весь образ это ваш? Да, полностью вышел вообще, да. АПЛОДИСМЕНТЫ А что еще узнать, что и жених сам себе все вышивал? Знаете, и вот... Ночью хрестик. И вот такое платье, оно будет себе нести невероятную энергетику позитива, добра, любви и вот того самого светлого, о чем мы с вами говорим о свадьбах. Вот давайте-ка сейчас обратим внимание на экран, друзья. Значит, это кадры, снятые, соответственно, на вашей церемонии. Сколько у вас было гостей? Тридцать человек. Тридцать человек. А что так мало? Это как вот у наших гостей тоже в бане столько было. Нет, у нас были родные, близкие нам люди, то есть самые дорогие, тех, кого мы хотим видеть на нашем празднике. То есть те, которые разделились с нами наш праздник. И никого лишнего. А ведь у вас до свадьбы были дети. Да. Сколько? Трое детей. Трое детей? Все ваши? Да. Самому младшему ребенку сколько? Девять месяцев. Девять месяцев. Ничего себе. То есть этого ребенка фактически вы зачалишься в первую брачную ночь? Почти. Потрясающе. Значит, то, что вы сегодня видели. Вы ведь наверняка, находясь там за кулисами, наблюдали различные истории, как люди выходят замуж, как они женятся. Кто вам больше всего понравился? Какой сценарий свадьбы вам больше всего понравился? Ну, мне, допустим, все сценарии понравились. И даже первый, когда невеста в гробу там? Ну, почему бы нет? Ну, у меня связана работа с этим, с разными стилями. Свадеб, как бы, я творческий человек, поэтому я понимаю любой стиль. А вам это близко почему? Потому что у вас, насколько я знаю, собственное свадебное агентство? Я только начинаю... То есть по большому счету... Я открываю агентство, вот, по организации тематических свадеб. А сколько, кстати, ведущему на свадьбе платят? По-разному. Может же и Александр Рева вести свадьбу? Ну и Ургант. И Ургант, да, это 30 тысяч долларов. Ургант больше. Ургант больше сколько? Ургант 50 тысяч. Сколько? Нет, Ургант даже где-то 40-50. 40-50 в чем? В долларах? Можно анекдотик? Как договоритесь. По этому поводу тоже спрашивают. Сколько этот ведущий стоит? О, это очень дорогое, он 5 тысяч стоит. А вот этот, этот, о, это еще дороже, он стоит 10 тысяч. А вот этот, этот такой дорогой, что 25 лет без работы. Но это не про Ивана Урганта. Нет. Ургант сейчас самый дорогой. Значит, слушай, кто еще из звезд ведет свадьбу? Расскажите нам, кто знает информацию. Ну, скажем так, у меня есть коллега Сергей Галибин, мы с ним ведем радиошоу и вместе работаем на свадьбах. Я вам скажу, секрет любого ведущего это правильно установить цену, когда тебя заказывают. То есть, если это друзья, можно и бесплатно отработать. Но если ты понимаешь, что это люди, которые тебя приглашают ради статуса, здесь, конечно, уже можно и накрутить. То есть, все зависит от заказчика, от идеи свадьбы, ну и, собственно, даты, времени. Но мы на самом деле сегодня нашей программе помогаем не ведущим свадебных церемоний найти правильную цену и уболтать своего заказчика. А мы помогаем тем, кто только планирует свадьбы, кто вот-вот к ним готовится. Поэтому, Юль, очень важны, конечно, будут ваши советы. На что нужно обращать внимание в первую очередь? Как подбирать, я не знаю, там, ресторан, к примеру, костюмы, тамаду, дурацкое слово, ведущего церемония. Да, это неправильное слово, оно уже остаревает. Но вначале, на самом деле, нужно понять, чего вы хотите. Вот все начинается с картинки. Чаще всего, конечно, картинка касается классики. Поэтому я хочу всех успокоить. Большинство все-таки празднует свадьбы не в костюмах зомби. Потом вам нужно прикинуть, сколько у вас есть на это денег. Потому что это тоже ключевой момент. Ну вот минимум, каким минимумом денег должен располагать... 2000 гривен, может быть, даже меньше, если вы не будете торжественно отмечать свадьбу, а просто скромно распишетесь в ЗАГСе, и, может быть, посидите на дружеском ужине, где будете вы, свидетели и ваши родители. То есть там можно и в тысячу уложиться. Каким образом можно сэкономить на свадьбе, но при этом, при этом, уж не особенно потерять вот в пышности, в какой-то оригинальности. В том, что праздничное ощущение все равно осталось. На чем можно сэкономить? Вы понимаете, свадьба и экономия – это две несовместимые вещи, если вы гуляете в свадьбу. Здесь просто нереально сэкономить, потому что всегда появляются какие-то затраты, о которых вы не знаете. То есть если вы уже празднуетесь, настройте себя на то, что вы будете платить за это деньги. У всех разные возможности. Но подождите, все, знаете, если есть цель сэкономить, значит, можно сэкономить. Так на чем можно сэкономить? На чем можно сэкономить? Я просто скажу, каким образом не переплатить. Ну, на флористике не всегда можно. Вообще, вот что очень важно знать. Важно понимать, как вы распорядитесь этим бюджетом. Можно отгулять свадьбу, ну, даже в Киеве на небольшое количество гостей, ну, на 20 тысяч гривен. Просто нужно понимать, что вот мы платим за это, это, это. Этим занимаются свадебные организаторы. Они берут большие деньги, между прочим. Это заблуждение. Есть большие компании, которые специализируются на Авиапи-клиентах. Как мы говорили, там полмиллиона гривен, это минимум и так дальше. Но есть маленькие компании, которые, опять-таки, их процент зависит от бюджета свадьбы. И вот эти люди помогают, если это хорошее агентство при условии, они помогают распланировать те деньги, которые у вас есть, так, чтобы вы не переплатили и вам на все хватило. Естественно, что на чем можно сэкономить? Можно сэкономить на количестве гостей. Так. Потому что, когда мне звонят люди и говорят, вы знаете, сделайте нам скидку, у нас эконом-вариант. Я говорю, а сколько у вас людей? 150. Я говорю, извините, 150 человек даже в самой дешевой кафешке, это не эконом-вариант. То есть, посчитайте, кто к вам должен прийти. Вот, кстати, наверное, после кризиса очень часто люди стали отмечать маленькие камерные свадьбы. Это душевно, это хорошо, и вы видите только тех, кого видите. А сколько обид, а сколько потом обид, родственники, бабушки, и все планы. Знаете, как еще можно сэкономить? Один из самых больших вопросов у гостей, когда они идут на свадьбу, что подарить молодоженам? Когда молодожены говорят, вы не парьтесь, подарите нам просто сумму в конверте. И вот, когда гости приходят с конвертами, можно не переживать, такие подарки могут полностью отбить свадьбу. Ну, еще неизвестно, сколько в конверте лежит. Ну, поэтому вычеркиваем, в первую очередь, друзья, тех, кто мало получает. На самом деле, можно сэкономить, можно на любой свадьбе сэкономить, не заказать шоу-номера, а просто заказать хорошего ведущего, который сделает сам это все шоу. Ну, тоже такой вариант, да. Который сразу съест весь бюджет, собственно. Ну, на самом деле, хороший ведущий тоже стоит денег. Можно еще, опять же, можно сэкономить за счет идеи. Вот если у вас оригинальная идея, ну, вот сегодня мы видели слишком такие крайние проявления, да, оригинальных идей. Если на свадьбе хорошая идея, то, собственно, очень много компенсируется. И вы знаете, заметьте, заметьте один факт, что практически 70% людей, которые приходили, они сами организаторы свадеб этих. Итак, сегодня в студии у нас люди, которые превратили собственные свадьбы в сплошное безумие. Дракула, его невеста, зомби, бомж-пати, черти что, друзья, и даже свадьба в силе ню. Сегодня это здесь все в студии ток-шоу «Говорит Украина». Но главный наш сюрприз, он все-таки на десерт, впервые здесь, в этой студии, настоящая свадьба. Мы решились на этом. В начале 90-х на экраны вышел американский фильм под названием «Привычка жениться». Похоже, наша следующая пара берет пример с главных героев этой картины. За два года Евгений и Анна сыграли три свадьбы. Три. Совершенно разные свадьбы. Встречайте, пожалуйста. Аня, Женя, я правильно все сказал. Значит, у вас было несколько попыток сыграть свадьбы. Почему же попыток? Мы сыграли. Вы их сыграли? И целых три. Ну, это неофициально, я без штампа в паспорте, но мы их сыграли. Церемония. Вот давайте по порядку. Первая свадьба. Мы занимаемся, так называемым, ролевым движением. Это же такое. Ну, толкинизм в простонародье. Вот. В простонародье. Толкинизм. Все знают. И вот у нас была игра по Робину Гуду. Я играл шерифа Натингемского. И вот там у нас состоялась первая свадьба. Первая свадьба. Вторая? Вторая была на Шри-Ланке. Давайте сейчас фото вот с Шри-Ланки. Посмотрим внимание на экран. Это она? Да. Да. Это как раз те наряды, в которых вы сейчас к нам пришли. А вы сами, кстати, делали эти наряды? Или какой-то дизайнер? Значит, вот этот наряд мы, это традиционный свадебный покупали. Этот на заказ шили. Потому что мужчины все-таки в наше время там одевают пиджаки, галстуки, костюмы. То есть. И вот. А мне хотелось именно национальном. Национальном. И пришлось эту рубашку пошить. Пошить. Но это по тем всем, как бы, правилам. Дорого обошлось? Значит, ну, это с Ари, которая была готова уже для церемонии, обошлось нам где-то 80 долларов. Так. А пошивы обошлось чуть-чуть дороже. Тут, значит, золото добавили, вот. И где-то около 100. Нижние, вот видите, тут получается у них тагиционная юбка идет у мужчин. Вот. И вот где-то примерно так наряды нам обошли. И как проходила церемония? Церемония отличается тем, что, ну, как, скажем так, церемоний мейстер рассказывает все подробно, что, как, почему. То есть жена стоит с левой стороны, потому что левая сторона, если мужчина правша, она немножечко, значит, поддержки требует. Вот. И у них есть такое определение для женщин очень важное. Женщина должна быть подругой, там, женой, любовницей, сестрой и матерью. И вот когда у нее есть эти пять, она имеет право кричать на мужа по делу. А, вот так вот? И вот он это все рассказывает. То есть у них есть традиционная белая нить, которую они обматывают наши мизинцы. Это как бы наш путь, дорога наша в будущее. Читают мантры, дают напутствие. Поливают из чайничка, сыпят листики. А что из чайничка? Чем поливают? Поливают водой. На самом деле, на самом деле, церемония, она полная церемония, около двух тысяч долларов стоит. Нам надо было эконом-вариант. Но для них понятие эконом-вариант, они не понимают, что это такое. То есть как это? Это же раз в жизни. Они к этому готовятся, там, собирают деньги. То есть это должно быть два дня на слонах. Я говорю, просто вот дайте нам человека, который проведет обряд. Да как это? То есть для них, понимаете, это... Они гуляют три дня, вся деревня, весь город со слонами. Шикарно они там живут. Да, вот они готовят и сожидят. Они очень долго на это копят, на самом деле. Да, да, да. Так, но вы были вдвоем только. Да. А соседние деревни с вами не гуляли? Нет. Понравилось вот ощущение, какие у вас после этого? Да, ощущение такая романтика, экзотика. То есть это... Они всегда делают свадьбы под открытым небом, но под деревом. Это вот традиция. Вот. И церемоний мейстер у нас был тот, который имеет там, я не знаю, сан, разрешение давать запутствие. По крайней мере, он так сказал. Да, он так. Вот. И вот он эту всю церемонию описывал, и она отличается от нашей. И было интересно, какие-то такие, знаете, мудрость какая-то в них есть. То есть вплоть до того, что вот у вас появятся дети, но вы все равно должны быть друг для друга самыми главными. Дети все равно это второе. Вы друг друга должны поддерживать. Жена с левой стороны, жена то, жена эта. То есть как бы такие вот в процессе всех вот как бы действий он еще дает такие напутствие очень мудрые, такие вот тонкие. Но вы почувствовали себя в тот момент мужем и женой? Да. Почувствовали. Значит, тем не менее, ты не отменил третью свадьбу. Где она происходила? Третья свадьба произошла в июле месяце в Лисей бухте. Мы любим там отдыхать. Красивое место Лисия бухта. Наши друзья, которые отдыхали с нами, решили сделать нам подарок. У нас была годовщина. Вот. И мы решили... Одна девушка взяла на себя функции церемонии мейстера. Другой наш товарищ взял на себя функции такого священнослужителя, условно говоря. Давайте сейчас подглядим, как это было. Внимание на экран. А вы продолжите рассказывать. Это было в нашем любимом кафе Пикадилли. Возможно, кому-то в зале это кафе знакомо. И вот у нас там был, я не знаю, есть ли здесь на фотографии, такой очень забавный оркестр. На балалайках. Семья, приехавшая из Урала. Четыре дня ехали, чтобы отдохнуть в этой бухте. Дети играют на балалайках. Три человека. Была-то фотография, не знаю. А я что-то не понимаю. А там что, просто какие-то случайные... Это абсолютно случайные люди. То есть мы шли по этому поселочку. Все очень радовались за нас. Причем на следующий день мы увидели там еще свадьба была. Не в этом месте, но в Лисей бухте опять же. Вот это вечером мы запустили уже фонарик. Но церемония эта была в традиционных наших, как бы, ну, украинских, да, традициях. Здесь на самом деле, извини, дорогая, то есть на самом деле не очень традиционно. То есть девушка с одной стороны читала традиционные вещи. Как ЗАГСи. Но с таким, с нашим уклоном, да. А наш друг уже говорил уже какие-то мудрости буддийские. Это одежда буддийского монаха, которую мы привезли из Шри-Лан. Значит, и вы опять почувствовали себя мужем и женой? Знаете, нам нравится это чувство, и мы вот как бы не останавливаясь, она достигнута. И, насколько я понимаю, это ведь не предел ваших мечтаний. Не, мы готовы еще много раз становиться под венец. Мы вот подумываем о вампирско-нудийской свадьбе уже. Уже сейчас подумываете об этом. Здесь хорошие идеи просто прозвучали. Или украинские зомби, то есть, ну, какие есть варианты. Слушайте, но это правда, что вы познакомились на своей свадьбе однажды? Можно сказать, что вот между нами возникло чувство, то есть, вот эта вот свадьба шерифа, о которой я говорил в самом начале. Игровая свадьба, игровая на игре. То есть, на самом деле, по сюжету, если вы помните, шериф Натингемский пытался жениться на леди Мэриан. Да. Вот, и так получилось, что леди Мэриан как-то повела себя пассивно по отношению ко мне, а у Ани там были другие тоже свои задачи. А потом мы решили, чего ждать милости от природы, и вот... Узять их наши задачи. Да, да, и вот здесь вот между нами возникло уже, я думаю, зародилось чувство, можно так сказать. То есть, на свадьбе, после свадьбы мы уже поняли, что это будет, ну, не просто игра, а что-то более серьезное. Слушайте, ну, прикольно, получается, сами посудите, значит, люди познакомились однажды на собственной свадьбе, а потом, значит, было еще несколько свадеб, и давайте будем считать это генеральной репетицией, собственно, того, что и сейчас должно произойти в этой студии. Что выбрала пара, которая решила сегодня здесь пожениться в этой студии, и на всю страну через несколько минут она будет объявлена мужем и женой? Вы это обязательно узнаете, если останетесь с нами на время рекламы. Итак, для того, чтобы отсуществить мечту наших молодоженов, мы, как вы заметили, переоделись. О чем же мечтали наши сегодняшние герои? Они мечтали сыграть свадьбу в Шотландии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мечи! Надо ловь! Коридор! Мечи! На плечо! Дети мои, мы собрались здесь в этот торжественный момент, потому что два любящих сердца из нашего клана решили соединить свои судьбы с законными узами брака. И хочу спросить у всех находящихся в этом зале, знает ли кто-либо причины, по которым этот союз не может быть закреплен? Если кто-то знает, пускай скажет это сейчас или молчит навсегда, тогда я спрошу у вас, готовы ли вы в горе и в радости быть рядом, поддерживать друг друга и любить? Готовы ли вы к испытаниям, которым готовит вам ваша дальнейшая совместная жизнь? Питер? Да. Мэри? Да. Ну что ж, обменяйтесь кольцами. А теперь жених покрой тартаном голову невесты. Да будет так. Отныне и навеку и муж и жена. Владитесь и размножайтесь. И номене Паттер, и Фили, и Спириту Санте. Аминь. За молодоженом! Эй, вы! Эй, вы! Мессия, можно! Аня, Женечка, теперь у вас не три свадьбы, а целых четыре. И на сей раз абсолютно всё по-настоящему. И вот официальное свидетельство о вашем браке, согласно которому вы объявлены мужем и женой при свидетельстве миллионов украинских телезрителей. Шампанское в студию! Горько! 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 Всё по-настоящему! Бросайте букет невесты! АПЛОДИСМЕНТЫ! Это говорит Украина! Спасибо, что вы с нами! Пока! Не ловите ихura! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok